Музыка 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 Прошли целую гору лошадиного помета Музыка Музыка Вчера с сыном перед сном смотрели корейские влоги и вдохновлялись рецептом приготовления тыквенного супа Проснулась утром и решила его приготовить Рецепт очень простой Половину сладкой тыквы и одно яблоко обжарить на сливочном масле потом залить водой до верха содержимого и варить до готовности Музыка 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 В конце насыпать соль по вкусу и взбить блендером При желании уже в готовую тарелку супа налить немного сливок Музыка Музыка Ну да, конечно, это не кулинарный влог, вы правы, но, говоря о еде, нельзя не отметить, что здесь мы много пробуем азиатской еды И вот недавно пересматривала свой влог двухлетней давности о приключениях в Питере И там я утверждала, что совсем не ем острое Теперь, когда мы остановились пожить в Алматы и поняли, насколько здесь сильно влияет азиатская культура Я не то чтобы ем острое, иногда на выходных мы ходим в китайские рестораны по моей инициативе Есть ресторан Турандот, это вроде сеть, там очень хорошая китайская еда А рядом с домом мы нашли курицу, приготовленную по-корейски на вынос, и это просто пальчики оближешь Интересно, конечно, оказалось уехать в другую страну для того, чтобы открыть в себе абсолютно новые привычки Постоянного тепла мы здесь пока еще не застали, а вот зимой в городе довольно уныло И на это есть несколько причин Во-первых, мы приехали за месяц до Нового года И я обнаружила, что есть обыденные жизни мелочи, которые не замечаешь, пока не попадешь в другую культуру В то время как в России это буквально центральный праздник в году Здесь город не начинают украшать, пока они отпразднуют День независимости Казахстана И это за две недели до главной ночи в году После Нового года трудолюбивые казахи не расслабляются, как мы, целых 10 дней А выходят на работу уже 3 января И к 7 числу новогодний карнавал уже, само собой, становится неактуальным Поэтому убранство в большинстве своем сворачивают так, словно ничего и не было Второй причиной страдания для многих эмигрантов здесь стала здешняя экология Нельзя сказать точно, виноваты ли расположения города у подножия хребта Ведь настал февраль и ветра дуют каждый день А зимой мы наблюдали, как город, который топит углем, затягивает смогом С предельными показателями загрязнения воздуха И дым из труб стоит строгим вертикальным столбом вверх Добавляет, конечно, большой частный сектор, который топит вообще чем придется Пока мы жили в Москве, совсем не понимали, что за проблема такая у наших родственников из Китая Когда мы оказались здесь, конечно, это ощутилось как никогда Но если смотреть на жизнь позитивно, то в один из таких дней, когда уровень загрязнения воздуха зашкаливал На улицу просто нельзя было выйти, мы отложили все дела и наконец-то уехали в горы И этот день для меня лично перевернул в целом отношение к этому месту Вы только посмотрите, что вокруг Смотрите, там лошади, вон там Офигеть вообще, как они тут забрались Лично мое воображение поражает максимальная доступность к таким роскошным местам здесь Чистый воздух, потрясающие виды и развитая инфраструктура Хочу в этом месте обратиться к царице математики, чтобы на цифрах объяснить мой восторг Стартовая позиция — это гора Амидео, она очень близка к центру города Мы, так как живем немножечко в стороне от центра, то ехать от нас на такси выходит примерно 3,5 тысячи тенге в одну сторону И общее время в пути составляет полчаса Можно и общественным транспортом И время в пути хоть и увеличивается вдвое, но это всего лишь один час Когда-то в Хабаровске у меня столько времени дорога от дома до работы занимала На горе расположился самый большой высокогорный комплекс в мире — каток Мидео Площадь этого ледового поля составляет 10,5 тысяч квадратных метров Пользователям Теледва в приложении выдавались бесплатные билеты Мы, конечно, совсем обнаглели и такую возможность проигнорировали, как и само катание на катке Что мы не пропустили, так это исследование троп здоровья Здесь есть официальная лестница с множеством островков для передышки и созерцания И если признаться бы не Дон Никитон, возможно, мы не добрались бы до вершины Кто не любит лестницы, ходит по проезжей дороги Автомобили в этих местах курсируют нечасто, так что маршрут вполне реальный А есть еще и не совсем официальные тропы, немного опасные, но от этого еще более интересные Хотя там мы встретили один нюанс, который, если честно, совсем не очень То, куда мы пришли с Дон Никитоном, конечно, просто легендарное вообще место С учетом того, что мы, конечно, не дошли, я так понимаю, тут Нобель Пик, и он находится где-то вот здесь И до туда идти еще 3,5 километра Но то, что мы дошли сюда, мы уже супергерои, потому что все-таки снег такой полуталый И есть грязь местами такая очень скользкая И это не совсем безопасно, чем сюда поперлись, я не знаю, но уже пришли Прошли целую гору лошадиного помета Это какое-то вообще невообразимое количество Но мы обошли все это, в общем, играли в минное поле В общем, решили, что какашки и лошадины это будут мины Если кто-то на них наступится, тот подорвался В итоге никто не подорвался, мы вот здесь Зато мои люди подорвались Не знаю, как мы пока будем спускаться дальше, но я думаю, что если вы увидите этот выпуск, то все нормально Здесь же на Медео почти 10 лет назад местные власти запустили канатную дорогу Весь этот путь ведет еще на несколько уровней выше Первый из которых — горнолыжный курорт европейского масштаба Гараж Имбулак И о ней мне рассказали все, наверное, мои друзья, которые катаются так или иначе на горнолыжных склонах Раньше можно было сюда добраться на личном автомобиле Но с открытием неба закрылась автомобильная дорога И большинство владельцев личного транспорта потеряло возможность доехать до места на своей машине Подняться по канатной дороге стоит в пределах 5,5 тысяч тенге в обе стороны С доступом на все три уровня Но так как мы были с Дон Китоном То общее время подъема на самую дальнюю точку 45 минут Конечно же, для него это было очень долго И мы не стали испытывать его терпение И доехали только до Шимбулака Неплохо, говорят Такой безлыжной маски, без хлема Сразу так выделяешь, и такие, сами смотрят Привет! Мы приехали первый раз в качестве туризма разведать обстановку на Шимбулаке Наконец-то до сюда доехали, и здесь туман К моему стыду, горнолыжный сезон мы так и не распечатали Зато еду на высоте 2260 метров над уровнем моря, конечно же, заценили Пойдемте есть Пойдемтее Тестируем на продакшен мясо шаурмье, лучший шаурмье города Казахстана. Ой, извините, Алматы. Берешь конину или что это? Говядина. Это не вам решать. Берем крышку, чтобы не было горячо. Приворачиваем. Берем лепешку, потому что она горячая. Кладем ее сюда. Берем вилку. Вилкой валим сюда еще всего побольше. Много должно быть еды. Мексика, кстати, знает толк фастфудов. Что это? Яшка? Это гуакамоле. Хочешь попробовать? Кислая? Нет, нет. Шеф-повар Никита в деле. Можете я вам? Попробую делать. Что вы скажете о соусе? Много хорошего. Он только для первого. Какой? Он и у вас вообще-то. Я сегодня буду есть вот эту штуку, Никита. Какую эту? Вот эту, которую ты пытаешься мне собрать. Эту? Да. Да? Ты мне доделаешь ее или уже можно есть? Уже можно. А сметану? Ой, да. Все, едим. Оба. И есть. Нормально выглядит? Вкусно, думаешь? Да. Сейчас проверим. Вкусно, пап? Пока, да. В какой момент должно стать невкусно? Кошки. Так, возвращаемся. Вкусно? Что-то, по-моему, что-то корчит. Это перцы, наверное. А ты сам туда положил? Не уверен. Найти хороший кофе в новом городе всегда отдельный квест. Мы с мужем любим немного разные по ощущениям сорта. Я более теркий, кислотный, с нотками сладости, а муж более кислый, горький. Конечно, в Алматы мы перепробовали много разных вариантов. Побывали в разных кофейнях, о которых можно снять отдельный обзор. Но нет ничего лучше, чем чашечка ароматного напитка на твоей собственной кухне. В нашем кофейном чатике ребята советовали попробовать сериков кофе. Сегодня буду снимать как раз пробу. Ммм, действительно вкусно. Похоже, мы нашли то, что искали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok